Окружные законодатели согласовали для принятия на сессии законодательную инициативу о внесении изменений в Бюджетный кодекс России. Инициатива касается предоставления бюджетных кредитов юридическим лицам за счет средств бюджетов субъектов, расположенных в районах Крайнего Севера, с ограниченным сроком завоза грузов. Помимо этого, депутаты на сессии рассмотрят еще 16 вопросов. По каждому из них на прошедшем комитете было принято предварительное решение. На комитете работал наш корреспондент Олег Атанзейский, ему слово. На заседании комиссии собрания депутатов Ненецкого округа было выставлено 27 вопросов, но депутаты решили 10 из них исключить и оставили всего 17. Пожалуй, главных среди них сразу несколько. Но вот, к примеру, с докладом пока еще не выступил. Он выступит только 9 апреля на сессии собрания депутатов начальник ОМВД России по Ненецкому округу Олег Ильиных. Но ему задали уже сразу несколько вопросов. Он сказал, что в прошлом году увеличилась преступность среди так называемого нелегального алкоголя. Люди все чаще пользуются услугами нелегальных продавцов и заказывают алкоголь в ночное время. Но об этой теме мы говорили уже не раз. И, в принципе, все подробности мы узнаем только 9 апреля, во время доклада. Но также среди этих вопросов есть еще несколько важных. Вот, допустим, депутаты с инициативой хотят выступить, хотят обратиться в Госдуму Российской Федерации, направленной на обеспечение продовольственной безопасности в сельских населенных пунктах. И с мнениями в бюджетный кодекс страны предполагается дать право северным территориям в предоставлении кредитов из региональных бюджетов на доставку продовольственных товаров и товаров первой необходимости в сельские населенные пункты. Кстати, вот с использованием средств бюджетных кредитов в наши села сегодня завозится только топливо, а вот депутаты предлагают расширить этот перечень, включив в него продовольственные товары и товары первой необходимости. Утверждать список данных товаров предлагается высшему исполнительному органу госвласти региона. Ну и, что самое примечательное, инициатива окружного собрания позволит упростить доступ к кредитным ресурсам хозяйствующих субъектов. Им зачастую не хватает свободных оборотов, средств, чтобы закупить продукты питания для доставки в сельские поселения. Самый простой вариант сейчас это взять кредит в банке, но из-за высокой процентной ставки такой кредит может быть неподъемным и предпринимателям становится невыгодно осуществлять завоз продукции в трудноступные населенные пункты. В случае же предоставления бюджетных кредитов хозяйствующие субъекты смогут их взять построительно небольшой процент, и эти деньги будут дешевле для предпринимателей. Что положительно скажется на ценах в отдаленных поселениях округа и более качеством снабжения продуктами питания и товарами первой необходимости. И еще один важный вопрос. Вопрос они рассмотрели такой. Кому придется платить за штрафную стоянку? Точнее вопрос рассмотрят только 9 апреля на сессии, но сейчас его предварительно рассмотрели. Итак, кто должен платить за штрафстоянку? Собственники машины или лицо, управляющее по генеральной доверенности, за которым машина оказалась на штрафстоянке? Эти подробности мы узнаем только 9 апреля. Напомню, состоится очередная сессия собрания депутатов. Мы, конечно же, будем на ней присутствовать и уже после дадим обширный материал на эту тему.